Я смотрела фильм и у меня возник вопрос, если бы ему не попался на пути этот человек, который водит в Рубан, о чем бы дальше был бы в фильме? Попался бы другой человек. Получается, как же случайно, по его словам. Это был бы короче, я просто думал. Два раза. Как думаешь, сколько там камер? Потому что, наверное, на камеру. Две камеры. Ну, еще каждый раз съемочная группа рядом с его, с этими собеседниками по скайпу, то есть и там, и там снимают. И его в Австралии, и оставшихся в Америке. Ну, можно, а это и все. Не, ну, в Австралии такая практика, что у меня есть в среду дня, а с артурами уже все. Угу. 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 и все подъезжают, а не постоянно. Хотя соковый диет это моя мечта, но я думаю, как это. Я соковый жена сама, и я не знаю. Я помню, что обычно яблоки, когда яблочный сезон, я реально такие банки утром выделала, и я целый день. Есть яблоки и пить яблочный сок. Это было очень интересно. После этого я начала больше есть корейный продукт, но вот это вот так получилось. Есть один знакомый, который я недавно знала, он фрукторианец, он сказал, что он ест только яблоки. Ну, так даже неправильно ет. Яблочки и яблоки. Я максимум неделю на одних яблоках жил. Максимум неделю на одних яблоках питался. А другие фрукты? А? А другие фрукты? В течение этой недели я ел только яблоки. Просто экспериментировал. А потом тебе не было предварительно яблоки? Нет. Это были мои любимые яблоки, мой любимый сорт яблок. Идея изменения питания, но и то, как питание меняет способ мысли. Вот. Настолько человек меняет все его привычки, его взгляды и так далее. И, ну, в принципе, здесь подтверждается эта идея, что, как говорится, если ты не сможешь контролировать свои физические потребности, это там питание, например, секс и так далее, то ты вообще не сможешь ничего контролировать себе. То есть это та основа, которой нужно владеть, так как еда это самый большой наркотик. Вот. И с этого все начинается. Поэтому, я думаю, если человек что-либо хочет изменить в своей жизни, то, как вариант, можно начать это с питания, потому что тогда тоже меняется все в голове кардинально. Ну, это среднее всего. Давайте так, еда это не наибольший наркотик. Я говорю, что я и включаю, не дай богу. Разумеется, что это не необходимо ести три раза на день. Но, если человек ест здорово, нормально, и ей это нравится, и ей это стремит удовольствие, то стоит добре. Я думаю, что еда это самое. Про золокизм. То есть от еды человеку сложнее всего отказаться. Вы можете там, я не знаю, месяц что-то не делать, то-то какие-то свои любимые хобби. Так же, как секс, да? То наркотик. Ну, вы можете без него сколько угодно, но без еды, то есть это уже совсем другое дело. Ну, и вы помещаете, что украинцев, незваживаясь на их социальное становище, не имея на виду их грошевое, вообще культ ежи так же присутствует. Ну, то-то, если бы украинцы смогли трошечки хламовать свою необузнанность в ежи, а вона, в принципе, у нас присутствия, сами понимаете, даже криза, не криза, а все будут идти в бар за мясом и пивом. Ну, условно говоря, або не мясом. То, возможно, в них появляются на решки грошей на какие-то культурные штуки, на книги и так далее, на освитку. И главное, что в них обязательно появляется додатковая джировая энергия. Что мне понравилось в этом фильме, то есть, что у людей, у любых героев, полностью изменилось отношение социальное. То есть, появилось природное желание помогать, отдавать. И у первого и у второго героя первый начали помогать таким самым, как, ну, сначала за алкогольником, то есть, кто-то другой, начали даже создавать клуб поддержки, да, тоже. И тех, кто пьет, пьет лише сухи или просто сухи. Это тоже важно. Мы тоже должны связывать, как та или иная диета влияет на наши взаимосредственные социальные социальные. Особисто я в жизни, честно, встречал сероядов, в первой середине, как и в жизни. Для меня это не был показатель того, что супер, я бы стану сероядом. Для меня были критерии, которые, что люди сюда помогли себе, дали мне здоровье. Но можно сказать, что у них нейтральные были социальные социальные социальные. Ну, то есть, я не видел какого-то примера для такого, который бы меня вдохнул. Ну, и может быть, даже их идеи, которые моральной качественности не стали вообще даже средним сердцем. Я не говорю, что это неплохо для сероядов. Это лучше, чем те, когда они там, ну, у меня знакомые. В общем, вошел до такого состояния, как там показано и был в фильмах, но там 23 лет, и я так був шокованный, когда увидел, учился с хлопцем института, он был нормальным, все там, ну, относительно нормальный, потому что там уже были какие-то датки. А тут бабахи еще плюс 20-30 кг. Ну да, то есть... Дополнение ты сказали стосовно моменту, когда желание допомогать им. Мне кажется, что это природное для каждой человек, желание спортировать с другими и допомогать им. Но, возможно, по фильму так же... Ну и для того, чтобы сюжет был, и для того, чтобы... Это одно из правил перехода на себя в фильме. Это аудитория. То есть, ты курс, ты обладаешься. То есть, тебе легче. То есть, чтобы ему самому было легче, и он закончил больше. Где еще один датчик. Ну, то есть, как его... Как самая тетрадька. Ну да, да. А, и стосовно медицины, и... Я недавно лежала в лекарне, и саправедом Марине, и очень удивилась, что там его бегает себе. То есть, все диетическое, очень... Рослину и совсем мало, и все бегает. Это был вариант харчевания, или это было загальное харчевание? Нет, это было. Мне понравилось, что его коллеги, первого героя, сказали, что он теперь на работе, на их собраниях, имеет больше... Ясный. Ясный. Ясный розум. Багато новых идей, значительно активнейший стал. То есть, не только физически активнейший, но и разумовый, он изменился. Больше новых идей. Это нормально, у нас еще и все помило. Да, первые три дня они все мучили. Да, да, да. Если только три дня голодать, то мы все мучились. Но если верить сыроидам, то у каждой женщины период очищения, увеличения. Там уже уже зависимое место. Все, все хорошо. Скажи бы, автор, завтра же пост начинается, или нет? Ну, если сегодня масло, или все. Завтра пост. Я думаю, кто в венитарянскую занимается, они не посетят. Нет, даже не вопрос от этого. Я бы решила, отмова здесь не корыстная. отмова здесь не корыстная. Оттраты неравные продукты. Такие дайки. Откидки? Да. Время не прийдет, для того, что не корыстная, это даже вообще сердечко. Поэтому... Начинаешь с утра, но... Не, ну, думаю, это... Пища, это же естественно. Главная идея была в том, чтобы усведомить, что ты сын, и взять на себя ответственность за те, что ты сын. Не, не, они умеют, но они открыто, правдиво говорят, что нет силы воли. То есть, просто, ну, желание съесть что-то смешное сильнее, чем желание быть здоровым. И они в этом щиро разкарятся, и мне кажется, что это хорошо. Потому что наши прикрываются. Наши говорят, что мясо, что право? Мясо, я не знаю. И мне все время спрашиваю, я говорю, ну, пап, так и так, у тебя что-нибудь, он резал желудков, сидела, ну, давай переходить на хорошее питание, сидела. Он уже раньше говорил просто, что это все фигня, надо есть мясо, и вообще, короче, без мяса даем вот. Сейчас он говорит, ну, я поперешел, но я уже, например, умрет по-другому, я, типа, уже умру другими, я, типа, уже делаю те молодые, и, типа... У меня, кстати, смотри, все здесь мальчики. Он не умирает. Я имела в виду, что он сказал, что он не собирается менять, хотя он уже понял, что мясо уже в эпоху. Но, как бы, это хоть обрадует, что, ну, некоторая часть людей, которых я постоянно спрашиваю, они, как бы, вот, ну, раньше реально всех спрашивала, они говорят, что мясо надо есть, и из него умрешь. А сейчас уже часть людей вот тех же самых, которые спрашивают, уже, как бы, понимают, и потому что оно в обществе очень сильно распространяется. Они говорят, типа, не, ну, мы его уже поменяли, но я так привык, я люблю шашлык, я люблю, там, пирожок, я люблю, вообще, там, не знаю, с детства люблю хлеб уже какой-то, который только испеченный, типа, я, я люблю молоко. Ну, такое, в общем. Ну, по крайней мере, они уже не думают, что они будут приняться. А еще, что мне в фильме очень понравилось, что этот первый мужчина, он подходил к всем людям и рассказывал, и мне это очень понравилось, как он всем рассказывал. Ну, особенно, людям очень близко. Ну, при угощалке. Ну, при угощалке такое, то есть он там, наверное, немного успел угостить, но, по крайней мере, он просто многим успел рассказать, потому что на его примере очень хорошо видно, что он большой и что он болит с этим. Ну, как там, так смело приходил, не понравилось. Интересно. Ну, я в жизни такие звуки. А, ну, за годину по чату. Там был один человек, который сказал, ну, я буду жить десять лет больше, а что я буду делать в тот час? Я не знаю, мне не надо чем заняться, я лучше помилу. Я так сумела в том, чтобы поесть. А, нет, у него изменятся и цели, и будет меньше эгоизма. Ну, понятно, что если люди это талантом, я не говорю, да. Мне кажется, здесь фишка в том, что человек просто пытается получить удовольствие. Уже хочется туда вот эти запахи. Проходишь, у меня запах, он затягивает. И вот этот глутамат натрия, и другие штуки, они в чипсах, в сухариках. Чего их делать так? что как раз у него, как независимость, это и добавки. Если взять ту самую ежу, и без той добавки, она уже не такая наркоманская. Конечно, это сами заклады козерника. Молочный белок, это точно такой же животный белок, как и мясное. В том же исследовании Колина, о котором китайское исследование вспоминалось, что он свое исследование на территории Китая производил при помощи как раз молочного белка, как молочный белок влияет на человека. И это является первым триггером к развитию рака, сердечных заболеваний, диабета, и так далее, через запятую, через запятую. Но это исключительно момент здорового питания, что молоко на самом деле, не такой же полезный продукт, тем более для взрослых людей, которому он не свойственен. Это один. В данном момент, в принципе, насколько я понимаю, что в основном, веганы становятся поэтическим причинам. И продукт молоко, вообще лично я считаю, наиболее жестоким. Не так жестоко мясо, как жестоко молоко. Потому что мясо – это продукт убийства, точечного. Естественно, оно страдает, животное. Оно испытывает жуткие страдания, отчаяние, в момент, когда его убивают. И это передается энергетически и в пищу. Но само молоко, коровы постоянно рожают. Лактация не является чем-то естественным. У женщины не происходит лактация без ребенка. Женщина рожает ребенка, и тогда идет лактация. Молоко – это белая жидкость, которая скандирует детеныша. То же самое у коровы, у козы, у лошадей, некоторые пьют лошадиное молоко. Правильно? То все происходит только через рождение. Ребенок родился, коровка, его забирают, и молоко берут себе. И, в принципе, естественно, что, когда это все происходит на ферме, у бабушки, эту корову любят, за ней ухаживают, никто ее там не летает. Ну, в первую поддержку искусственной беременности, чтобы... Как таковой сильный заряд отрицательной энергии нет у этого продукта. Почему в веганстве 50 лет, в основном, насчитывает 50 лет, а так, в основном, все всегда были нацелены на отказ от мяса, рыбы, птицы. Но сейчас в промышленных масштабах, это животное, ну, это промышленное скотоводство, да? Там нет никакого контроля тех же использования антибиотиков, гормонов. Я не верю на промышленность, это очень много. Вы хотите сказать, что мама дает молоко только после того, как она гордает? а мне говорить о промышленном животноводстве, это... Ну, посмотрите, это немножко наивно. Я про домашнюю корову говорю, почему? В Индии считается корова святая. Они пьют молоко, они едят коров, они умываются мочой, почему же веганы тогда не могут, ну, это принять? Я просто не знаю. ...делают кроссовки, как раз из индийских коров. Это вполне не секрет для кого, что эти коров продают и ведут через всю Индию в те территориальные административные места, где они не являются священными, их просто продают. И пока совершают этот путь, правильно, да, содержатся в таких жутких условиях, вот как нас, наших свиней везут, да, на крюк одевают, кинули в машину и везет он ее. Так она так вот идет очень много из сотен километров до того момента, как она становится кроссовками. Ну, как бы, вот эта вот священная корова в Индии, понятно, что люди вам любят все, но когда им нужны деньги, они ведут, продают своих коров, и потом оно используется для обуви, для каких-либо материалов, которые используют люди в европейских странах. Можно я отвечу? Священная корова в Индии, это руководство. Отвечу коротко на твой вопрос. Прости, не забыл, как зовут. Настя. Настя. У меня, в моем случае, я почему не пью молоко, потому что это продукт, который был получен благодаря эксплуатации животных. Я против эксплуатации животных. Я считаю, что... Ну, это массовое производство. Если где-то дома корова стоит. Ну, она свободна. Я ее даю. Она свободна. Она свободна, да? Она может пойти погулять, делать свои дела. Ну да, например, у меня у бабушки есть корова, она себе гуляет, они ее выгуливают, я не спорю с вами, я пытаюсь понять. Я понимаю. Я считаю, что она не свободна. Я считаю, что она не свободна. Выращивают, чтобы они потом выросли или убивают на мясо. Я может прыгал. Ну что, обычно теляшки. У него ребенка забирают, потом убивают этого ребенка. Знаете, что такое телятина? Каждая такая корова у вашей бабушки порождает миллион коров на фермах в промышленных масштабах, потому что не все могут пить коровье молоко у бабушки. Это взаимосвязано. Корова появляется здесь, у нее появляются дети. Это все распространяется. То есть эксплуатация есть и эксплуатация. Начинаем с коров-бабушек, да? Если вот так вот все отменить, естественно, никто не будет эту корову убивать. Начинаем с того, когда мы начали их приручивать. Да, да, да. То есть мы жили прекрасно без них. По сути. То есть мы попили маминого молока и, в принципе, нам этого молока достаточно. По сути. Просто уяви соби, что ты вот так живешь, все життя. Тебе привязали, пустили погуляли. Народила, подоили. И не маешь. Второе прошло пять лет, и оно убрало от рака. Спустя пять лет, или около того, у отца рак. Рак предстательной железы. Вот сейчас он с этим раком мучается пару лет уже. Ну, около. Нет. Около года вот таким этот диагноз поставили. Ну, естественно, вся семья активно начала шерстить интернет. Что делать? Ну, как всегда. Есть мясо? Никто просто так не интересуется лечением рака, пока у кого-то из родных или близких это не появится. Кучу всего пересчитали, и, среди прочих книг, книга американки Джейн Плант, которая, оказывается, уже двадцать лет борется с американскими ассоциациями врачей здравоохранения, пытаясь пробить публикацию уже давным-давно сделанных исследований, уже очень масштабные исследования с большими результатами. Публикацию этих исследований никак не допускают. она об этом пишет вот уже двадцать лет, статьи, журналы, вот книги издала. У нее есть книга о непосредственной связи рака молочной железы у женщин, рака предстательной железы у мужчин. Короче говоря, белок, молочный белок, который содержится в молоке рогатого копытного скота, содержит, кроме тех веществ, которые обычно нам расписывают как пользу диетологи, содержит гормоны. И эти гормоны у нас в органике вызывают нарушение нашей гормональной системы. У мужчин в одну сторону, у женщин в другую сторону. У мужчин зарождается рак мужских половых органов, у женщин – женских. Ну, сейчас, в данном случае, вопрос. Я ловил еще не свинины, потом от курятины, потом от трубы, потом от яиц. Не было у меня каких-то таких тривальных периодов, когда бы я спостерегал, я бы, ну, я бы, ну, я бы, ну, я бы, ну, я бы не спостерегал жовный раз так, у меня, действительно, было бы покращение самопочуття, эмоций, когда я бы, ну, я бы, ну, я бы полностью погоджуюсь с доводами щодо промислового виробництва, жахливых умов, якості харчування, бо, зрозуміло, що, якби, якщо годувати ГМО, там, комбікормами, і так далі, це все, ми теж потребуємо. Зрозуміло, що умови эксплуатації, і так далі, в промислових умовах теж жахливі. Тому, в принципе, зрозуміло, що, по-перше, я рекомендую дозувати вживання молочних продуктів, їх не потрібно багато. А, стосовно того, що я прочитав по науковим дослідженням, не читав, я цього, без кого треба прочитати, це китайське дослідження, а я читав, так, комплекс досліджень, деяких, так там було сказано, що якраз лактовегетаріанці живуть довше, і основні захворювання їм притамані менше, ніж не лактовегетаріанці. Це теж підтвердило мою думку щодо цього. Ну, зокрема, я не дуже довіряю такому, правда, вживу, як Вікіпедія, але там були оці харч, як би, дослідження різних типів вегетаріанства, там якраз оці стаття. Можливо, потрібно було зануритись і прошуршити ці всі посилання, можливо б тоді було краще. Але, знову ж таки, досвід моїх знайомих лактових ріанців показує їх абсолютно нормально, свідома діяльність повідношення до інших людей, тварин. У мене є приклад, коли друзі мають ферму, от хозина в даному випадку. Я знаю, що ферму там, тварин ніхто не мучає. Ну, можна назвати це експлуатацією. Можна назвати експлуатацією, в принципі, коли кот живе вдома, відпустіть кота цього. Це домашняня тварини. Я приручений, я домашні тваринки. Якщо ми відпустимо коз чи коров, вони переважно загинуть в наших умовах. В принципі, я бачу, коли вони показують фото, відео та якісь розповіді, вони розповідають про це, як про друзів. Реально. Він більше так, можливо, він людей так не любить, як цих своїх коз. Реально. Він їсть продукти люди. Часто, як би, я знаю, що дуже добре це для дітей, як азії, наприклад, для лікування навіть дітей, набагато краще, ніж інші. Материнське, так? Я не знаю. Двищий рівень раку на 60%. Я не пам'ятаю, який сам рак, але там більшість раків. І чесно, можна продовжити рак. Давайте, всесовно раку. Наші предки не були так сильно підтверджені онкологіям, а уж я не кажу про людей сто, двісті або тисячі років назад, в принципі. Ну, стресів у них в будь-якому ще більше. Менше, менше. Це проблема цивілізації. Обов'язково. В першу чергу, психіко-соматичні. На друге місце я поставив, звісно, харчування. Але якраз через це я всіх закликаю практикувати медитацію і так далі. Тому що, таким чином, ми в дуже простий спосіб зможемо знизити, в дуже дешевий спосіб для країни, знизити ці нереальні навантаження на нашу охорону здоров'я. Тобто, реально, в мене колись друг так казав. Я якраз був так, період, коли я дуже хотів одному фонду було чинно, вона підтримала, всі два. Я казав, давай, далі, все. Своєму другу, досвідченому, вчителю йоги, він каже, ну, послухай, короче, і що ти пропонуєш, наприклад? Я просто розкажу, цікава можлива буде історія. Ми зараз допомагаємо фонду, ми допомагаємо медицині, але ну що, ми збираємо мільйон, наприклад, доларів. І що вони роблять? Ну, операцію десяти дітям, наприклад, такі, це добре. Але що це? У будь-якому разі це різати. Ну, грубо кажучи, випромінювати, різати. Але якщо ці ж там мільйон доларів втратити на якісь освітні проекти, на профілактику, там, програму медитации, ну, це можна нереальну кількість людей поширити, зрозуміти. Ну, наприклад, тут освітні такі центри, да? Тут мільйон доларів, в такому ось, на показ фільмів, не знаю, можна пів країни сюди залучити за ці ж гроші. Тому, в принципі, зрозуміло, що треба комплекс, в цьому цього підходите. О козах вони заботились, предельно добре. У них у кожного козочка була зі своєм іменем, вони у кожного ходили, об'язково ще чухали, крім того, що доїть. Коза дуже любить, коли їх чухають, як собаки. О, це була предельна забота, і... Ну, да, але вони теж не давали молоко, якщо їх кожний год не оплодотворять, і не забирати у них козлят. Козлят на продажу. А потім ж влюблено? Неважно. Ну, і зараз вони от цих поз, наконец, збавились. До цього треба було, щоб от рака умерла мама і заболєл отец. Ну, про рак, вот, кстати, і козлина молоко, я совершенно не согласна. Тому що мене даджіка була ідентична ситуація, вона всю життя була спортсменка, коксомолка, суперактивна жінчина. Свои 75 лет, она вот так вот по городу бегала. Но она пускай напила молоко. Нет, козли. Это, вот, main dish. Вот серьезно. И в итоге она умерла в жутких болях от рака. Ну, идеальная физическая активность. То бишь, никакой гиподинамии. На это даже можно было не нарекать. В принципе, экология тоже могла что-то дать. Скажи, будь ласка, в якому місті це трапилось? На родине, на родине. Ну, скажи місто. Мариуполе. Ну, якщо не знаєте, там, два металлургийних заводи и так далі. Якщо ви подивитесь... Дело в том, что не все же убирають от рака, правильно? А статистику Донецької області почитають? В контексте України. Ну, хорошо. Давайте все сейчас пить молоко. Это такой отличный продукт. Я кажу, про экология там дуже важна. Ну, вот мы с тобой друзей. Я ж не пью твое молоко. Ничего не пью, все ты производишь. Ну, серьезно. Я человек, все было бы дивно. Такие моменты, понимаю. На самом деле. Вот, ну, биологические виды, они должны различаться и уважать друг друга. Вся большая проблема в том, что вот существуют вот эти все жуткие... Вот я так сделала, в эту секунду сто тысяч животных зарезали, для того, чтобы кто-то спутал гампу. Все. Еще раз так сделала, там, десять тысяч лис ободрали, чтобы кто-то сходил в ужасные родливые шапки из бесы. Это все порождает именно промышленные масштабы, да? Если кто-то не может себе позволить органическое молоко, это не означает, что человек не будет пить молоко. Вот, то же самое, аргументировать, апеллировать, что эта коровка так суперсчастлива, живя у бабушки на ферме, это совершенно неправда. Я что-то никогда не слышала о коровке, которая живет 25 лет у бабушки на ферме, потому что она каждый год, она дает молоко, ее искусственно осеменяет, ее организм изнашивается, и она живет там 5-6 лет. А они должны как 25 лет жить, да? Если женщина человеческого вида рожает каждый год по ребенку, рожает, 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 ее организм изнашивается, это естественный процесс. То же самое в промышленных масштабах. Так коровы, козы живут там 3-4 года, причем они постоянно стоят, мучаются. Это просто не жизнь, это издевательство. А для чего это жизнь? Просто для того, чтобы мы с вами зашли в магазин и спокойно купили печеньки, не считая состав. Ты привел кошек, да? Что их выпустить? Кошки это тоже плохо. Мы берем себе, и они рабы нашего одиночества. Мы восполняем другим биологическим видом свое собственное одиночество. Вот эти вот собачки, кошечки. Понятно, что в Украине, где есть реальная проблема бездомных животных, нельзя просто так пройти мимо бездомного животного, надо его взять домой и спасти от духантеров, от болезни, от того, что его машины переедут. Но когда мы берем породистая что-то домой себе и не стерилизуем это животное, мы тем самым порождаем штук 20 тех, которые потом на улице ходят, выбираются, страдают, мучаются. Это все взаимосвязано. То бишь тут мы ублажили свое человеческое желание развлечения, комфорта, заполнения душевной пустоты, а вот тут мы породили сотнями вот эти вот фермы, да? Плюс есть действительно фермы, которые даже породистых выращивают. Там вот они сидят и на износ рожают вот этих животных. Ну и плюс молоко. Ты говорил, что у тебя были какие-то периоды, когда ты не употреблял молоко и не почувствовал разницы. Не-не, я сказал, что они нам какие-то раще, все-таки живато молоко. Я была у вас вегетарианкой пять лет. И вообще проблем в жизни не знал. Это очень просто. Ты даже можешь не напрягать других людей тем, что там тебе надо специальное питание, ты можешь абсолютно все есть. Это очень просто быть вегетарианцем. Ну, в принципе, в Украине это уже довольно развитое направление, потому что очень много течений кришнаитов, которые там питание какое-то делают, печеньки, куча вот этих кафешек. И, в принципе, и легорское движение развивается, и по Айрведе очень много тоже там кафе есть. И, в принципе, люди более как-то уже воспринимают за каёбеды, деревни, много питания. Деколька в Украине, на самом деле больше. Ну, деколька в Украине все. Мы же плохо. Вот, соевое молоко, ореховое молоко. И то же самое, вот я на работе стою, там вот если там беру какое-то кокосовое молоко, «О, да, бедняжечка, это ж не молоко». И у меня тоже была какая-то дискуссия с коллегой. Он говорит, «А что вот это такое?» Я говорю, «Это ореховое молоко». Я говорю, «Ну, а как оно на самом деле называется?» «Ореховое молоко». «Нет, молоко — это вот это от коровы. А вот это что?» Я говорю, «Ну, ты серьезно, это молоко». Ну, вот так оно, наверное, называется. Ну, то же самое, что настоянка. Вегетарианство — это здоровее, чем вегетарианство? Я вважаю в комплексе, якщо спостерігати в том, что вегетарианство может дать суспільству в целом, мій досвід особистий, мое миркувание, мое ощущение, мне это больше подобает. Тебе это больше подобает. Но ты считаешь, что вегетарианство в более здоровый способ хорошего, чем вегетарианство? Люди, мы же не устраиваем. Ты не устраиваем. Как вы решаетесь для себя? Тебе из меня одно видео, и одна книжка. И вот уточнено. Я сказал на рахунок котов. Он же не просто. Нет, мне так уже интересно. А средство тоже тогда менее здоровое, чем у вас вам понравилось? Не просто интересно. Поднимешь руку, я закончу. Я думаю так. Я думаю, что человек, как человек социально, не только за методом в жизни все-таки прожить певную культуру днём. Она должна прожить певную культуру днём максимально энергично, помогающим другим. Жить в кайф, без эмоций, без докторов до других. Это тоже очень важно. Для меня все должно быть легко, как бы невымушено. Если я вижу, что некоторые люди иногда... Ну, это знаете... Ну, сегодня ты говорила, что тебе мясо, смотреть, это очень сложно. Сейчас мне неприятно. Ну, как? Люди себя убивают. Мне ж неприятно смотреть. Ну, но с другой стороны, я понимаю тебя, но с другой стороны, в принципе, ну, мы не могли бы взагалі смотреть телек и так далее, как бы там смотреть апокалипсисы, фильмы, да. Ну, взагалі это все нужно куда-то приобрести. Я его не смотрю серьезно. Короче, это уже дуже серьезные питания. Я на... Ваши питания відповіли. Ну, еще ем. Я можу... Ну, аналитические какие-то... То есть, некоторые... Некоторые просто даже из прошлых жизней, ну, они не могут отказаться. И если они откажутся от мяса, они... Ну, там, я оперирую, но они умрут. Ну, например. Это все настолько индивидуально, это нужно учитывать. Относительно здоровья. Вот, как, например, перед тем, как что-то сделать, они прошли, ну, там, больницу, да, например, я не знаю, как это. У нас в больнице можно пройти, но они смотрели. То есть, это нормально для них или нет. Потому что иногда даже этими действиями там в этом сырой денье можно принести себе вред, если, например, у тебя какие-то проблемы желудка. То есть, все очень индивидуально, и таким вопросом нельзя. Здоровее или нездоровее? То есть, все. Если... Я видел, что тебе эта тема интересна, что ты изучаешь, что ты хотел изучить это китайское исследование, я так понял, что тебе будет интересно, чтобы посмотреть то, что я тебе сброшу, и все. Вот и все. Это еще каждая наука, потому что... Это тоже важно, потому что нашему суспирству как раз чувствуется брак наукового подхода к будь-чего. Мы изучаем миллионы книжек, то есть, в среднем, мне такое впечатление, что на 95 книжек, которые прочитывают люди, до 95 художников, при чём низкой якости. И люди, которые прочитывают. У нас есть Продолжение следует...